В пятой главе первого послания фессалоникийцам мы читаем такие слова. Начнем с первого стиха. «О временахше и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Тут апостол Павел говорит о втором пришествии Христа. Указав на факт пришествия Христа, он дальше призывает к бдительности, к святости и готовности, ибо чем ближе мы приходим к этому событию, тем больше будет опасности для нашей духовной жизни. Как никогда дьявол будет обольшать людей всякими возможными способами, и верующие также не в безопасности от лжехристов и лжепророков. Цель дьявола – прельстить, если возможно, и избранных. Об этом предупредил сам Сын Божий, говоря, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Христос бы не предупредил нас, если это не было бы возможно. Наоборот, Он говорит, «Соблазнятся многие и восстанут лжепророки и прельстят многих». В книге Откровений говорится о том, что в последние времена дьявол, древний змей, будет особенно обольшать всю селенную, и что его волшебством будет введены в заблуждение все народы. Даже после тысячелетнего царства Христова на земле, в течение которого он будет связан, то есть дьявол, сказано, «Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольшать народы, находящиеся на четырех углах земли». И последнее, что сказано об этом лютом враге Христа, это то, что он, дьявол, прельщавший их, будет ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. Один из методов обольщения врага – это обещать ложный мир, усыплять людей ложной надеждой о улучшении нашего мира. Однако этот обман кончается внезапной пагубой, ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, пишет дальше апостол Павел, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Читайте Христовое изречение о Своем пришествии, и вы заметите, как постоянно Он призывает нас к бодрствованию и к бдительностью и к молитве. Почему? Чтобы не прельстил нас враг. Это приводит нас к одному из знамений скорого пришествия Христа, а именно отступления. Правда, вся история церкви свидетельствует о том, что было отступление, но Слово Божие говорит, что в последнее время отступление будет общего характера и развито, как никогда раньше. Об этом апостол Павел ясно говорит в Своем Втором Послании к Фессалоникийцам во Второй главе стих 3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступление. Иначе говоря, когда вы это увидите, тогда знайте, что Господь близок». А Иисус сказал, «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Отступление возможно только там, где есть от чего отступить. Так что этот признак пришествия Христа нужно искать не в языческом мире, но он будет явным в христианских кругах, в так называемых христианских странах, и при том оно будет проявляться в разных видах и формах. Это последнее и великое отступление будет характеризоваться охлаждением в любви. Любовь – это барометр истинного христианства. Любовь – это Божье естество и натура. Слово Божье ясно говорит, что тот, кто любит, рожден от Бога, а тот, кто не любит, не познал Бога. О первых христианах говорили, смотрите, как они любят друг друга. Но вот в последнее время будет печальное отступление от этой божественной любви. Это дух лаудикийской церкви, которой Христос должен был сказать, «Ты не холоден, не горяч». Это религия без огня, без жизни, без Божьей любви. В 24 главе Евангелия от Матфея Христос, говоря о своем втором пришествии, сказал, «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Апостол Павел говорит, знайте же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, недружелюбны, непримирительны, жестоки, предатели. Они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Заметьте, как взамен любви в церковь вкрадывается мир. Она делается официальной и бесчувственной к погибающим душам. Лаудикийская церковь могла хвалиться материальным богатством, популярностью и мирским влиянием. В ее пределах могли скрываться и атеисты, и предатели, и никто бы их не обнаружил. А если бы и знали, что они там, махнули бы рукой, примиряясь их присутствием. Ведь и эта мебель необходима в церкви, сказали бы они. Заметьте дальше, что отступление последнего времени будет характеризоваться отступлением силы Божьей в церкви. Она более заботится о том, что о ней думают люди, чем о том, как видит ее Бог. Вы соль земли, говорит Христос. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попирание людям? Точно так же негодна безжизненная религия, не имеющая силы. Но это отступление будет также отличаться отсутствием веры. В своем первом послании Тимофею апостол Павел говорит, дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. А Спаситель сказал, но Сын Человеческий пришедет, найдет ли веру на земле? Тут Христос говорит, что вера, то есть подлинная Божия вера, будет в большом недостатке. Ее будет очень трудно найти. Многие будут иметь внешний вид веры, но без силы, ибо вера эта окажется только для показа. Это неверие проявляется по-разному, в разных частях земного шара. На Западе оно принимает один вид, на Востоке другой. Но болезнь в основном та же – неверие. И это неверие будет развиваться все больше и больше в последнее время. И заметьте, как параллельно с этим отступлением возрастает усилие объединить все христианские вероисповедания в одну экуменическую церковь, называющуюся Мировым Советом Церквей. В этот Мировой Совет Церквей входит все вероисповедания, которым доктрины не имеют никакого значения. Рядом сидят и общаются священники, пастора и другие церковные работники, которые могут верить совсем по-разному. Многие из них, например, совсем отрицают самые основные истины Слова Божия. Чтобы войти в этот нечистый союз, не нужно верить ни в Библию, что она Слово Божие, ни в Христа, что Он Сын Божий, ни второе пришествие Христа, ни в небо, ни в ад. Эта церковь инфильтрирована не только рационалистами, модернистами, но и безбожниками. Любому человеку, даже маломальски знающему Библию, ясно, что сегодняшняя Экуменическая Церковь, или как она называется, Мировой Совет Церквей, является прототипом Всемирной Церкви, который будет возглавлять Антихрист. Как ясно говорит апостол Иоанн, «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Да, картина мрачная. Но среди этих тяжелых дней болезни нашего мира Бог обещал посетить нашу землю еще раз обильным излиянием Духа Святого прежде, нежели наступит День Господень. Это будет тот поздний дождь, который был еще обещан ветхозаветным пророком Яилем. Все может быть, что это будет на очень короткое время, но это излияние будет настолько мощным, что захватит все концы земного шара. Бог говорит через Яиля, «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть». Там и сам мы уже видим капли, то есть начало этого излияния. На днях мы слышали о таком мощном пробуждении в Камбодже, где тысячами, например, собирается на футбольном стадионе слушать Евангелие, и среди множества обращения Бог совершает чудеса и изливает Духа Своего, сопровождаемые Его дарами. Началось это пробуждение одним молодым американцем, принадлежащим к так называемому Иисусову движению. Он пошел к высшим властям страны и получил разрешение нанять футбольный стадион. И за кратчайшее время стадион был наполнен людьми. Пробуждение продолжается и по сей день. Но согласно Слова Божия, мы можем ожидать такое пробуждение в всемирном масштабе. Однако на тему пробуждения, как один из признаков второго пришествия Христа, я бы хотел посвятить целую проповедь, что мы с Божьей помощью сделаем. Но заметьте еще одно знамение последних времен, на которое мы также должны обратить внимание и которое уже начинает разыгрываться перед нашими глазами. Я имею в виду евангелизацию всего мира. Как бы ни были темные, навищие над нами тучи безбожья, неверия и беззакония, Слово Божие ясно указывает, что мир должен быть евангелизирован до пришествия Христа. В 14 стихе 24 главы Евангелия от Матфея сказано, что проповедано будет сие Евангелие царствий по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Прошу отметить, что это произойдет как раз во время исполнения других знамений второго пришествия, когда будут военные слухи, глады, моры и землетрясения. Мир будет евангелизирован в то время, когда будут сильные гонения, когда свидетели Христовы будут ненавидимы всеми народами, то есть когда будут гонения не только в отдельных частях земного шара, но по всему лицу земли. Эти слова Христа о всемирной евангелизации были сказаны как раз в контексте этих событий последнего времени. И если вы откроете в вашей Библии книги Откровения к 14 главе, то там вы встретитесь с ангелом, летящим посредине неба, который имеет вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Слово ангел происходит от греческого слова ангелос, то есть посланник. И в Библии оно употребляется не только по отношению к ангелам небесным, но ангелами называются и люди, те, которые посланы. Например, о Иоанне Крестителе сказано, «Сей я посылаю ангела моего пред лицом Твоим». Пресвитеров семи церквей в Малой Асии Христос называет ангелами. Заметьте также, что только в одном случае небесный ангел возвещает благую весть. Это было при рождении Христа, когда он объявил пастухам, что в городе Давидово родился Спаситель Христос Господь. Но после этого возвещает благую весть только искупленные дети Божьи. Ангелы не могут проповедовать Евангелие, никогда не пережив спасение и прощение грехов. Только грешник, искупленный, рожденный свыше, помилованный, способен передать другим благую весть любви Христовой. Поэтому все возможно, что этот ангел, упомянутый в книге Откровения, летящий посреди неба, который имел вечное Евангелие, является спутником, который будет пущен в орбит для передачи евангельской вести. И это может произойти в совсем недалеком будущем. Может быть, кто-нибудь улыбается, думая, что для верующих это недоступно. Но подумайте, пару десятков лет тому назад вы думали, что в вашей комнате будете слушать евангельские программы не только ежедневно, но и по нескольку раз в день. Подумайте, сколько людей только в вашей стране слышат Евангелие, которые бы его никогда не услышали, если не было бы этих радиостанций, передающих благую весть на разных наречиях. Например, по последнему счету существует сейчас более 75 христианских радиостанций в мире. И поверьте мне, что это не конец. Будут помимо того спутники, сателлиты, которые будут тоже проповедовать вечное Евангелие, как сказано, громким голосом, который никто не сможет заглушить, говоря, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Дорогие друзья, приближается то время, когда весь мир услышит Евангелие. Ты, мой друг, сидящий там у твоего радиоприемника, являешься свидетелем, что оно теперь доходит до всех концов земного шара. А это еще один ясный знак скорого пришествия Христа. Готов ли ты, если бы Он пришел сегодня? Если нет, то ты без извинения. Если ты никогда раньше не слышал, что Бог тебя любит, что Христос пришел на эту землю, чтобы тебя искупить и спасти, то ты услышал эту радостную весть сегодня, и потому ты без извинения. Почему сегодня не принять этот чудный дар спасения и быть готовым к пришествию Иисуса Христа? Христос скоро придет, Он уже при дверях. Приготовься к встретению Бога твоего. Аминь.